Пожалуй, каждый ивановец, который регулярно пользуется услугами маршрутных такси, хоть раз слышал фразу «поаккуратнее, не дрова везешь». Возмущенные пассажиры ругаются с водителем, тот, в свою очередь, вступает с ними в словесную перепалку, отвлекаясь от дороги. Да и записи с авторегистраторов ежедневно подтверждают, что маршрутчики зачастую забивают на правила дорожного движения. Чтобы укротить автневеж, сотрудники госавтоинспекции время от времени проводят рейды, наблюдают за водителями общественного транспорта. На этот раз под прицелом зоркого полицейского оказался 29-й маршрут. На машине без опознавательных знаков едем прямо за микроавтобусом. Частые нарушения – это не включение указателя поворота, при перекроении, при подъезде на остановочный карман, заездить в остановочный карман. При совершении маневров не всегда указывают указатель поворота. Выбранный наугад водитель, по словам правоохранителей, далеко не самый плохой пример. Перед светоформе останавливается, резких и опасных движений не совершает. Одно из грубых нарушений выпустил пассажира вне остановочного павильона. Словом, претензии к нему есть, к автомобилю тоже. Техническая неисправность выявлена, то есть эксплуатируется технической неисправностью, это внешний световой прибор неисправный. По приезду проверим на конечной остановке наличие путевого листа, путевой документации. Одно из распространенных нарушений как раз осуществление перевозок без разрешения. Маршрутчики нелегалы, как правило, выезжают на дорогу в часы пик. При себе у них нет путевого листа и отметки медиков о прохождении предрейсового обследования. Все нарушения сотрудник ГИБДД записывает в блокнот, чтобы на конечной остановке предъявить их водителю. За вами осуществлялось скрытное популирование? Да. От начала вашего движения, с начала маршрута? Хорошо. В 30-м микрорайоне допущено вами следующее нарушение? Да, точно. Это перестроение. Вы не включили указатели поворотов и перестроения? Где? Ну, скажем так, что на перекрестке улиц Велишская из Богдана Хмельницкого вы поворачивали без указателя поворота. Вы приезжали в восстановочный карман без указателя поворота. На этом же перекрестке вами допущена высадка пассажира. Я повернул там направо на Богдан Хмельницкий. Я понимаю, но при совершении маневра водитель что должен сделать? Обязательно посмотреть в зеркало и включить поворот. Что вы не сделали? Повернулся, ну что же, на старуху бывают старуху. За полчаса горе-водитель собрал штрафов на несколько тысяч рублей. За смену эта сумма, вероятно, была бы кратно больше. Кроме нарушений ПДД, маршрутчик пренебрег правилами перевозки людей на общественном транспорте. Все перевозчики при заключении договора получают маршрутные карты разрешения. На осуществление данного вида деятельности. В данном случае на двух автобусах, которые сегодня проверяли, данное разрешение отсутствует. Что позволяет говорить нам о том, что перевозка осуществляется нелегально. Если в ДТП с участием водителей нелегала пострадают пассажиры, им попросту некуда будет обратиться за компенсацию ущерба. А из-за своеобразной манеры езды ивановских маршрутчиков в ДТП с участием общественного транспорта – обычное дело. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.